Складка фаза позволяет нам отобразить сигнал с любого датчика. Не обязательно это датчик фаз или в данном случае датчик распредвала. То есть мы получаем визуальное отображение данного сигнала в координатах у нас время и угол поворота коленвала. То есть за два оборота коленвала для четырехтактного двигателя. То есть для двухтактного это у нас будет один оборот коленвала. Для вангеля мы приняли отображение за три оборота коленвала. То есть у нас получается за три оборота коленвала поршень как раз делает полный оборот. То есть полный цикл работы двигателя вангеля. У нас получается за каждый оборот работает одна плоскость нашего. За каждый оборот коленвала. То есть фактически у нас проходит полный цикл работы. Но в разных плоскостях нашего поршня. То есть только за три оборота коленвала наш поршень делает полный оборот. И мы рассматриваем три оборота коленвала как полный цикл работы двигателя вангеля. То есть в данном случае после замены датчика распредвала мы получили стабильный график сигнала датчика распредвала. То есть угловая позиция начала импульса и угловая позиция конца импульса у нас имели стабильную угловую величину. То есть график оборотов мы можем отключать для того, чтобы он не мешал нам детально оценивать. И мы можем также включать еще сетку и шкалу для того, чтобы видеть точную угловую позицию и измерять угловые величины. То есть также на данную вкладку мы можем отобразить другие сигналы. В данном случае на вкладку фазу я выделил сигнал управления форсовки. Посмотрим, как у нас выглядит сигнал управления форсовки данного двигателя. У нас есть за полный цикл работы несколько импульсов, которые мы можем увидеть при помощи токовых клещей. В данном случае у нас есть предвпрыск. То есть сначала у нас происходит предвпрыск, потом у нас основной впрыск. К сожалению, с данного двигателя не совсем правильно была снята осциллограмма. У нас диапазон токовых клещей неправильно был выбран и обрезана осциллограмма. То есть не всю форму сигнала у нас видно. Но тем не менее мы отчетливо понимаем, что это у нас есть предвпрыс, это у нас основной впрыс. И есть у нас еще участок осциллограммы, на котором мы видим работу блока управления по зарядке внутренних конденсаторов. То есть блок управления создает серию кратковременных импульсов, которых недостаточно для открытия форсовки. Но тем не менее эти импульсы создают достаточно большой индуктивный всплеск. И этот индуктивный всплеск используется для зарядки внутренних конденсаторов до величины, которая нужна для быстрого поднятия, скажем так, электромагнитофорсунки, для того, чтобы быстро привести в действие нашу форсунку. То есть в данном случае, если мы этот сигнал отобразим на вкладке фаза, мы получим вот такое поле. Вот такое поле оборотов я отключу сейчас, чтобы мы понимали, где у нас сигнал полезный отображается. И график оборотов позволяет нам понять, на каких режимах, какой сигнал блок управления выдает на управление данной форсункой. То есть мы видим, что у нас, по мере вращения нашего двигателя, у нас подается сначала импульс предвпресска, потом подается импульс основного впресска. Мы можем его даже растянуть детальнее. Рассмотреть мы можем натянуть нашу сетку, для того, чтобы мы понимали, какой у нас угол опережения впресска, какая угловая величина импульса предвпресска, какая угловая величина импульса основного впресска. Также мы видим участки, на которых отключается предвпресс. То есть вот у нас в режиме холостого хода, если я включу сейчас график оборотов, мы видим, в режиме холостого хода у нас есть и предвпресс, и основной впресс. Дальше, по мере увеличения оборотов, у нас тоже сохраняется предвпресс. Тут предвпресс кратковременно отключается. После отпускания педали акселератора, оба впресска отключаются, двигатель уменьшает обороты, заходит в режим холостого хода. В режиме полной нагрузки у нас, если мы рассмотрим, вот тоже, какое-то время двигатель работает, блок управления выдает сигнал на предвпресс, в определенный момент у нас предвпресс отключается, работает только с основным впрессом. И опять же, сброс оборотов, то есть в данном случае у нас отпускалась педаль газа, впрыска не происходила. Также мы можем видеть здесь, в нижней части экрана, импульсы на зарядку блока управления нашего, конденсаторов в блоке управления. То есть они отображаются менее насыщенным цветом. Значит, чем цвет светлее, тем у нас ниже напряжение. Чем цвет у нас темнее, тем у нас выше напряжение. Мы можем также инвертировать цвета, если мы инвертируем нашу осциллограну. То есть в любом случае у нас различные цвета отображают различный уровень напряжения. Там вопрос кто-то хочет задать? А, это осциллограммы Сопель Виварус, пьезо-форсунки. Да, это пьезо-форсунки. Это пьезо-форсунки. А, виноват, виноват. Нет, нет, это у нас электромагнитная форсунка, потому что осциллограмма, то есть токовые клещи, исходя из осциллограммы токовых клещей, это у нас электромагнитная форсунка. Да, да, все правильно. Электромагнитная, электромагнитная. И класснее как было бы, если все четыре форсунки были... А здесь никаких проблем нет, сейчас мы к этому вернемся. То есть таким образом, если сейчас мы детально рассмотрим вкладку эффективность, мы можем видеть, скажем так, не совсем адекватную работу двигателя. То есть, во-первых, у нас есть отклонение по одному цилиндру. Это у нас четвертый цилиндр плохо работает. А также мы видим, что работа двигателя после определенных оборотов становится нестабильная. То есть у нас цилиндры периодически отключаются. То включаются, то выключаются. Выключаются. Также похожую ситуацию мы наблюдаем и в этом режиме. То есть у нас... Газ в пол, да? Газ в пол мы нажали, обороты поднимаются, эффективность более-менее нормальная. Ну, тут один цилиндр сначала выпадает, а потом все цилиндры начинают лихорадочно то включаться, то выключаться. Плохо работает. И только вот в этом режиме более-менее опять восстанавливается работа двигателя и обороты дальше начинают подниматься. Если мы перейдем на вкладку фаза и рассмотрим, что у нас происходит в этот момент с нашим двигателем, мы можем увидеть, что как только у нас как только у нас отключается предвпрыск предвпрыск а сейчас вот на этой вкладке фаза то есть как только у нас отключается предвпрыск в этой позиции эффективность работы цилиндров начинает уменьшаться. Давайте я сейчас сделаю вот так и здесь подберу соответствующие масштабы то есть и буду переключаться. Вот вкладка эффективность и вкладка фаза. То есть получается, что отключение предвпрыска приводит к тому, что двигатель начинает работать не хуже. Блохнет вообще, да? Ну, почти что отключается, да. То есть если мы посмотрим следующий участок смотрим вот раз, два, три. Это мы рассматриваем тот же у нас участок работы нашего двигателя. смотрим обороты ниже и фаза здесь. То есть у нас идет набор оборотов отключается предвпрыск обороты падает опять включается предвпрыск обороты поднимается и на вкладке эффективность мы видим, что у нас есть эффективность перестала скажем так упала эффективность работы двигателя то есть нету воспламенения в цилиндре опять включились в работу снова выключились значит почему так происходит? Я могу высказать скажем так свое предположение тут у нас есть достаточно много дизелистов мы можем даже подискутировать немножко на этот момент на насчет вот этого вопроса дело в том что предвпрыск на современных двигателях достаточно важный для нормальной работы двигателя я немножко скажем так отойдусь сейчас вообще от темы вот этих скриптов буквально так пару минут выскажу свое мнение насчет предвпрыска в работе двигателя то есть львиная доля информации которая есть там и в интернете и в книжках в большинстве случаев нам указывает что необходимость предвпрыска связана с необходимостью понижения скажем снижения детонации двигателя и уменьшение шума двигателя но после того как я начал анализировать работу двигателя при помощи астонографа на разных режимах я пришел к выводу что скажем механизм более сложный вообще-то нужно скажем понимать для того чтобы понять почему происходит снижение детонации то есть снижение громкости работы двигателя я бы высказал свое понимание работы двигателя с предвпрыском в принципе скажем мое вот это объяснение оно не идет в развес с общепринятым единственное что в литературе я не находил такого детально подробного описания как происходит процесс как происходит горение с предвпрыском и без предвпрыска после того как я провел определенный скажем так цикл различных экспериментов то у меня сформировалось определенное понимание как эти все процессы происходят и это понимание дало мне возможность возможность анализировать и диагностировать некоторые неисправности которые раньше я не связывал с неправильной работой форсунки а именно с формированием предвпрыска значит на сегодняшний момент я рассматриваю работу дизельного двигателя с предвпрыска таким образом то есть получается что к моменту когда блок управления дает у нас импульс на форсунку для формирования предвпрыска у нас в цилиндре есть уже сжатый воздух до определенного давления и этот воздух у нас нагреет до определенной температуры в отличие от более старых двигателей новые двигатели в большинстве случаев имеют значительно ниже степень сжатия это связано с тем что необходимо увеличивать мощность и производители уже столкнулись с проблемой подошли вплотную к механической прочности материалов то есть поскольку у нас максимальная нагрузка на детали нашего двигателя происходит именно в верхней мертвой точке то есть когда у нас очень большое сжатие очень большое давление в цилиндре а плюс еще это давление увеличивается пропорционально тому количеству топлива которое у нас сжигается в цилиндре давление на поршень уже очень большие и механической прочности деталей нам недостаточно тем более что механическую прочность мы можем получить за счет увеличения размера и массы деталей а поскольку мы стремимся к увеличению оборотов то есть эта масса для нас является тоже проблемой у нее эта масса создает уже силы инерции которые опять же борются с нашей механической прочности один из способов борьбы с данной ситуацией есть снижение степени сжатия то есть если мы снижаем степень сжатия соответственно у нас пик давления верхней мертвой точки становится ниже и мы можем получать увеличение мощности работы двигателя не превышая силы которые приводят к разрушению нашего двигателя но мы сталкиваемся с другой проблемой дело в том что если мы снижаем степень сжатия соответственно снижается температура воздуха который у нас в верхней мертвой точке воздуха который находится в цилиндре и это приводит к проблеме с воспламенением значит сразу скажу что я не нашел в документации упоминания о том что топливо может цилиндр охладить настолько что воспламенение не произойдет то есть когда я провел скажем до того как я начал проводить эти эксперименты у меня было мнение что если у нас топливо начинает попадать в цилиндр то есть если у нас маленькая доза может воспламениться значит это топливо начнет гореть и поможет воспламениться и большой дозе топлива но когда я начал проводить эксперименты я понял что может возникать ситуация когда температуры в цилиндре достаточно для воспламенения к примеру одного миллиграмма топлива но если мы в этой же ситуации впрыскнем одновременно 5 миллиграмм мы можем охладить цилиндр настолько что уже воспламенение не произойдет совершенно то есть получается для того чтобы у нас не сталкиваться с этой ситуацией производитель сначала впрыскивает маленькую дозу выдерживает время которое необходимо для того чтобы эта доза распылилась испарилась ну фактически нагрелось топливо дальше испарилась пары набрали то есть пары нагрелись до температуры вспышки после этого исходит воспламенение этих паров и только после воспламенения мы можем начинать впрыскивать следующую дозу то есть если мы впрыскиваем топливо раньше мы можем охладить камеру сгорания настолько что у нас воспламенение не произойдет совершенно то есть таким образом предвпрыск он не только вызывает снижение мощ снижение шума да а также помогает воспламенять топливо то есть ну кстати сейчас я могу высказать скажем так свое понимание как происходит за счет чего происходит снижение шума двигателя дело в том что очень часто в литературе просто вспоминается предвпрыск снижает уровень шума изначально я считал что этот шум он у нас просто получается вот если мы впрыскиваем 5 мг вот у нас молоточек 5 грамм мы стукнули по наковальне вот наши 5 мг если мы разделяем на предвпрыск у нас получается 2 мг предвпрыск 3 мг основной предвпрыск значит мы просто стукаем двумя молоточками вот нам 2 грамма вот нам 3 грамма и вроде бы как бы у нас уже не такой тяжелый молоточек не такой резкий подъем. Но я так понимаю, на сегодняшний день я по-другому на это смотрю. Значит, там, я так понимаю, снижение мощности звука происходит в разы меньше, не только из-за того, что мы делим дозу пополам. Значит, после того, как мы впрыскнули... Значит, если мы будем впрыскывать очень большую дозу одновременно, то процессы в деталях должны выглядеть приблизительно так. То есть у нас начинается впрыск топлива. То есть топливо движется струей в горячем воздухе, нагревается, испаряется, пары начинают набирать определенную температуру и это все происходит одновременно. То есть пока у нас топливо движется в нагретом воздухе, у нас происходит впрыск. То есть и получается, чем быстрее мы впрыскиваем это топливо, тем больше мы охлаждаем камеру сгорания и момент между началом впрысков и начала воспламенения, он увеличивается. То есть маленькую дозу мы можем впрыскнуть, она быстренько нагрелась и, например, через микросекунду уже может воспламениться. Если мы продолжаем дальше впрыскивать, мы охлаждаем камеру сгорания, тем самым увеличивая время от начала впрыска до момента воспламенения. То есть вплоть до того, что мы можем продолжать впрыскивание топлива настолько долго и, скажем, с такой интенсивностью, что мы можем охладить нашу камеру сгорания, так и не дождавшись, чтобы пары топлива нагрелись до точки воспламенения. К чему это приводит? Дело в том, что по мере распространения нашего топлива по камере у нас увеличивается облако перегретого пара топлива, которое должно воспламениться. И поскольку у нас температура падает по мере испарения нашего топлива, мы фактически оттягиваем время начального воспламенения. Как только температура нашего облака в любой части нашего цилиндра достигнет момента воспламенения, происходит такая ситуация. То есть вот это облако в крайней зоне нашего цилиндра начинает воспламеняться. То есть поскольку у нас есть локальное воспламенение, увеличивается температура и, соответственно, увеличивается давление. Поскольку давление у нас в общем объеме у нас будет одинаковое, ну, практически одинаковое во всех точках цилиндра, то есть локальное увеличение давления в этой точке, где у нас начало горение, вызывает увеличение давления по всему цилиндру. И поскольку пары газа у нас уже были на границе воспламенения, локальное воспламенение в одной точке вызывает поднятие давления и, соответственно, температуры во всех остальных точках цилиндра, и у нас воспламенение малейшей дозы в одной части цилиндра вызывает мгновенное воспламенение всей дозы топлива, которая была впрыскнута до этого момента. И у нас происходит взрыв всего топлива, которое сейчас в цилиндре. Если у нас будет предвпрыск, тогда у нас ситуация меняется кардинально. То есть мы впрыскиваем маленькую дозу и прекращаем впрыскать. Эта доза движется по цилиндру, нагревается, испаряется, газ наш перегревается до температуры вспышки, и у нас воспламеняется доза, к примеру, 1 мг. То есть если в предыдущем примере у нас взрыв мог происходить одновременно, к примеру, 10 мг, то в данном случае у нас взрыв происходит только 1 мг. После того, как эта доза у нас воспламенилась и загорелась, у нас давление и температура в цилиндре значительно поднялись. И когда мы начинаем впрыскивать уже основную дозу топлива, нам не нужно впрыскнуть все 10 мг до момента воспламенения, уже после 1-го или 2-го мг топлива у нас уже топливо начинает гореть. И мы плавно, факт, да, то есть фактически взрыв будет соизмеримый с 1 мг, например, предвпрыска, и уже при 1 мг у нас воспламенится основная доза. И впрыск остальной дозы происходит уже в пламя, то есть без вот этого взрыва. То есть я так понимаю, вот так происходит у нас процесс воспламенения, и именно благодаря тому, что у нас взрыв имеет значительно меньший объем, у нас шум значительно уменьшается. И не только шум, а и ударные нагрузки на все механизмы нашего двигателя. И тут еще возникает интересная ситуация. Дело в том, что если мы начинаем работать без предвпрыска, мы можем получить ситуацию, когда в цилиндре топливо совершенно не воспламеняется, что мы наблюдаем на данном графике. То есть получается, что когда у нас двигатель работает с предвпрыском, у нас впрыскивается небольшая доза, хотя температура в цилиндре не очень большая, но вот количество нагретого воздуха достаточно для того, чтобы предвпрыск воспламенился. После того, как воспламенился предвпрыск, мы туда можем впрыскивать основную дозу. Температуры достаточно, чтобы данное топливо у нас загорелось. Если мы начинаем впрыскивать основную дозу без предвпрыска, скорость и количество топлива у нас настолько большое, что распространение нашего облака происходит с охлаждением объема цилиндра и приводит к тому, что у нас смесь не воспламеняется в цилиндре полностью. Мы его просто тушим этим топливом приблизительно так, если бы мы попробовали, к примеру, поджечь ведро солярки на маленьком костре. То есть мы взяли бумагой, зажгли бумажку, туда капнули солярки, она загорелась, мы можем дальше подливать уже солярки. Но если мы зажгли бумажку и налили туда сразу с ведра, мы просто это все подушим. Слушаю вас. Владимир Николаевич. Да, я, конечно, извиняюсь, не претендую на врук. Оно как-то все правильно, но хотелось бы чуть-чуть вас подправить. Чуть-чуть. Он с большим удовольствием вас послушает. Потому что нам интересно слушать, но все-таки мы как бы собрались для, на самом деле, передачи информации. Кто-то один знает одно хорошо, другой знает все. И в целом мы будем представлять информационную силу. Поэтому основная цель, именно предвпрызгая, есть у дизельных двигателей, есть такое слово, как период задержки воспламенения. Да. Период задержки воспламенения, это момент от начала вкулеска топлива до момента возгорания. Да. Так вот, все дизельные производители топливной аппаратуры стремятся, чтобы этот момент периода задержки воспламенения уменьшить. Так. Потому что топливо загорает именно дизельное, очень быстро. Чем больше цитановое число, тем лучше оно загорает, тем больше работает экономичный дизель. Поэтому дизельное топливо, оно не горит, оно взрывается. То есть, это в бензинном метеле, естественно, мы хотим наобратно. Мы хотим увеличить октановое число, чтобы именно то топливо в крайней точке, как у москвича, оно не воспламенялось из-за вот этой вот, ну, ситуации напряженной. То есть, поэтому происходит предвпрызг. Для чего? Чтобы предвпрызг подкидывает температуру в камеру сгорания, происходит горение, и уже последующее топливо, которое летит, оно уже летит и моментально, плавно сгорает, уменьшая жесткость работы. Уменьшаем. А когда у нас топливо, вот Ford Transit, все слышали работу Ford Transit, и дизелисты, которые регулировали форсунки, они видели, как эта форсунка работает. Только прикоснулся, все, и все закончено. Он работает жестко. Потому что топливо впрыскивается, а температура еще, оно еще не начинает гореть, но топливо летит. И на тот момент, когда уже половина топлива впрыснулась, это топливо начинает сгорать, и сгорает все моментально. То есть дизелю, честно говоря, оно не потушит. Дизель, дизель это такая, почему не работает вот тут цилиндры? Объясните мне. Нет, нет, я именно... Не успевает разложить атомы углерода. Нет, так как вы... Я именно объясняю... Залот не успевает разложить атомы углерода. Ну вот вы объясняете, то есть, объясните, почему цилиндры выключаются? Сейчас, 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 я к этому вернусь. То есть, я именно вас подтверждаю, вы в принципе все правильно говорите, ну, вот я хочу все... То есть, вы против такой формулировки, что топливо может потушить горение в цилиндре? Топливо не потушить, что может быть. Вы против, да? Там может быть, там разложено может быть. Почему? Объясните, объясните. Решаю, это за предпрыска будет обратный эффект. Так, подождите, вот мы сейчас к этому вернемся. Почему не горит топливо в цилиндры в эти моменты? Объясните. Давайте я сейчас наткну именно вот эту ситуацию. То есть, в первую очередь, это уже второй вопрос по ЦСС. Первый вопрос это, почему делают предпрыска? Почему делают предпрыска? Я объясняю. Хорошо. Это насос на сумке. Мы одинаково с вами объяснили. Почему делают предпрыска? Для того, чтобы уменьшить время между воспламенением и почему не горит топливо в этой... То есть, вот вы... Но там, во всевероятности, проблема с форсунками. Хорошо. Я вам дам еще один ответ. Вы мне задавали вопрос, и я вам сейчас на него дам ответ. Скажите мне, кодировка форсунок может приводить к тому, что на холодном двигателе у нас будет троение и белый дым? Изменение кодировки приводит к тому, что у нас двигатель начинает работать нормально. Объясните. Почему? Кодировка форсунки, это корректирует момент. А вы уверены, что момент? И момент, и... Ни в коем случае не момент. Вот в этом и проблема. То есть, не момент. Вы для себя этот вопрос ответили, что кодировка изменяет момент. Кодировка момент не изменяет. Это можно подтвердить осциллографом. Кодировка меняет только объем впрыска. И вот ваше, как раз ваше видение, как и мое раньше, тоже я был уверен, что у нас предвпрыск не влияет на воспламеняемость. То есть, на сегодняшний день, после того, как я пересмотрел свою модель работы дизеля и пришел к выводу, что у нас топливо может потушить воспламенение в цилиндре, после этого, фактически, я смог ответить на вот этот ваш вопрос. Дело в том, что если у нас кодировка изменяет количество впрыскнутого топлива, а в основном у нас кодировка сейчас используется на большом количестве современных двигателей, особенно с пьезофорсунками, которые работают на очень малом времени впрыски, работают с очень малыми дозами. После того, как производителям пришлось уменьшить степень сжатия, значит, им приходится делать несколько впрысков. То есть, мы делаем первый впрыск, очень маленький, потому что тегуратура в цилиндре у нас очень маленькая, особенно на холодном двигателе. Мы впрыскиваем мизерную дозу, она воспламеняется, мы дальше уже можем впрыскивать больше дозу, которая воспламеняется. Потом мы впрыскиваем еще больше, и только тогда мы впрыскиваем основную дозу. Если кодировка приводит к тому, что у нас количество топлива уменьшается, тогда у нас предпрыски настолько маленькие, что не позволяют подогреть нашу камеру сгорания для воспламенения следующей дозы. Если предпрыск очень большой, тогда он сам не воспламеняется, потому что очень большая доза. По крайней мере, на сегодняшний день, к сожалению, этой информации я не вижу нигде в литературе. То есть, в таких деталях никто это не объясняет. Но только вот такое видение позволило мне по-другому взглянуть на процессы происходящие, и я смог дать ответ, почему кодировка форсунки приводит к тому, что у нас хоть малое количество предпрыска, хоть большое количество предпрыска, приводит к тому, что двигатель на холодную начинает проить. С белым дымом воспламенения нет. Правильная кодировка форсунки приводит к тому, что данный двигатель начинает работать нормально, и воспламенение на холодном двигателе происходит нормально. То есть, это мое дымение. Я могу ошибаться. Но убедите меня. Такие же вопросы. А я тогда объясню, где такие случаи в дизеле, когда распиливаешь просто ле. Конскую дозу ле, но ничего он не тушит, он все равно робит. Какой двигатель? Такой двигатель? Не сиди. Скажите мне, у транзита, какая степень сжатия у транзита? Объясняю. У транзита порядка 21 единицы. Степень сжатия. Потому что транзит, это я вошел транзит без надува. Длинателя уже с надувами, у них степень сжатия уменьшается. Потому что у них увеличивается максимальное давление пассет, которое может привести к повреждению. При большой степени сжатия, даже при неправильной кодировке форсунки, мы будем лить воспламенение в цилиндрах. Но поскольку, скажем, производители начинают увеличивать метровую мощность, им приходится уменьшать степень сжатия. Им приходится искать другие способы воспламенения нашей дозы. Тем более, что на сегодняшний день при помощи топьеза форсунок у них есть такая возможность. То есть это мое видение. То есть я могу ошибаться, но в данном случае я считаю, что проблемы с воспламенением топлива у данного двигателя... Вот я вам приведу пример. Значит, трафик 1,9.3. Попробуйте отключить у него турбину и попробуйте поднять обороты двигателя выше 2000. Он дымит, клюет черным дымом, черный-белый дым и не может пройти 2000 оборотов. Подключаешь ему турбину, он поднимает. Но именно это только трафик. Почему? Почему? Какая разница? А я вам скажу, почему. Потому что трафик отключает предпрыск на 2000. Другие системы, как правило, этого не делают. То есть предпрыск удерживается и на повышенных оборотах. Как раз вот этот дым и возникает в момент отключения предпрыска. Смотрите, что происходит. Это, скажем, мое видение. Я могу ошибаться, но... Смотрите, значит, происходит такая ситуация. Пока у нас есть впрыск. У нас впрыскается маленькая доза, которая способна воспламениться при данной температуре и объеме воздуха, который у нас находится в цилиндре. Подогревает камеру сгорания и подготавливает камеру сгорания для воспламенения основной дозы. По мере поднятия оборотов, то есть при 2000 на неисправном двигателе с подключенной турбиной, мы получаем уже значительный наддув. Поскольку наддув уже у нас есть, количество воздуха попадает в цилиндры значительно больше. И температура в цилиндре даже при данной степени сжатия уже достаточная, чтобы воспламенить основную дозу без предпрыска. Но как только мы отключаем турбину и блок управления на 2000 предпрыск отключает, мы сталкиваемся с ситуацией, когда основная доза впрыскивается под давлением. Тут, кстати, еще обратите внимание, тут важно не только объем впрыска, а и давление впрыска. То есть получается, с какой скоростью топливо поступает у нас в цилиндр. То есть если мы вот этот объем будем впрыскивать за более длительное время, тогда он воспламенится. Но поскольку мы его резко впрыскиваем, так как будто мы с ведра выливаем солярку на костер. Понимаете? Если мы это ведро в костер выльнем потихонечку, оно будет гореть. Но если мы возьмем с ведра туда бухнем, мы его получим в кучу белого дыма. Мне все-таки кажется, что то количество тупля, которое впрыскивается, оно ничтоже по сравнению с тем цилиндром. А это можно посчитать. А это можно посчитать. Я могу это посчитать. И зная теплоемкость воздуха, объем цилиндра, мы можем вместе с вами сесть, это пересчитать, поговорить, и увидеть это в цифрах. Сколько у нас этого топлива. То есть мы впрыскиваем, насколько можем охладить температуру нашим цилиндром. Это лабораторное так сказать. Да, хорошо. То есть давайте пока что этот вопрос оставим открытым. Я с большим удовольствием его хотел бы обсудить. Пока что я предлагаю двигаться дальше по... На заметку по поводу... То есть вот это топлива, которая может охладить дверь. В нашей практике был в СДС листов, не зафорсунков, на котором выгорели раскрытили, которые ушел в разнос, плавили в вашу стилю. Так, то есть там как бы тоже с уменьшенной степенью сжатия по этому двигателю, но там ничего не обсудить. Вешеные подсунки ничего не обсудить. Так а в чем проблема? Если уже дует турбина, если уже дует турбина, если двигатель горячий, там уже топливо можно сведролить, понимаете? Тем более, когда дует... Кто определил, что салатом болото, то и вина оборота, и вина оборота, и вина оборота лошистка лба. Ну ладно, давайте пока что поставим этот вопрос на паузу. Я высказал свое мнение. Просто я почему привел этот пример, почему мы начали это обсуждать. Вот в данном случае четко видно, что у нас отключение цилиндров как раз-то связано с отключением предвпрыска. То есть у нас обороты поднимаются до момента отключения предвпрыска. Отключился предвпрыска, у нас объем топлива есть, но цилиндр не работает. Цилиндр отключается полностью. Включился предвпрыска, опять поднимается. Аналогично здесь идет активное поднятие оборота. Как только отключается предвпрыска, очень плохо начинает работать двигатель. До момента поднятия оборота уже выше какого-то определенного предела. То есть уже... А решение проблеми, да? Ну, возможно, турбина, да. Возможно. А это вопрос, что, какого-то несогласования? Нет, это несогласование. То есть я считаю, что вот такая ситуация как раз связана с тем механизмом, то есть, скажем, с тем детально рассмотренными процессами, которые происходят в двигателе. То есть просто почему этот вопрос я еще раз поднял? Я считаю, что данная тема в литературе освещена недостаточно точно. Недостаточно точно. И она не позволяет нам, скажем так, ответить на те вопросы, которые у нас периодически возникают в процессе диагностики дизельного двигателя. То есть я высказал свое мнение, показал какие-то примеры, которые... У меня, в принципе, есть еще несколько примеров, которыми я могу, скажем так... Но не то, чтобы подтвердить. То есть на основе которых я все-таки пришел к такому видению процессов горения в двигателе. И в данном случае просто я вам показываю, что вкладка фаза как раз позволяет понять происходящие процессы. То есть мы по вкладке фаза четко видим, когда у нас происходит отключение впрыска и как себя ведет двигатель. То есть в данном случае я считаю, что... А тема лекции уже будет на съезды, а то что на весну. Так, но устраняется, прошу, вы увидите, что вы хотите... В чем причине вопроса? Дайте ей нормальную турбину и будет она работать. То есть почему турбина... Почему без турбины трафик троит, а с турбиной... То есть я не мог ответить на этот вопрос. То есть почему, например, тот же... Скажешь, недостаточа воздуха троит. Правильно? Тот же Т-4, ему есть турбина, нет турбины, он тебе едет. Ну да, не та сила, но нет утроения. Почему трафик начинает троить? Вот я для себя никак не мог найти ответ. Я понимал, что... Маленькое количество воздуха воздало быстрее. Да. То есть получается, турбина создаёт достаточное наполнение воздухом цилиндр. В процессе сжатия температура поднимается уже настолько, что достаточное для воспламенения дозы действует электричество. Хорошо, всё, поехали дальше. А здесь проблема связана с недостаточным надувом. То есть это мы знаем, но никто не мог объяснить механизм. То есть я попробовал объяснить этот механизм. И, кстати, после того, как я начал использовать вкладку... Микрофон. Хорошо, значит, ещё раз. Тема данной лекции – это использование вкладки «Фаза» для анализа различных дополнительных сигналов. То есть в данном случае мы рассматривали пример с Opel Vivaro, на котором у нас наблюдается, кроме проблем с датчиком рост предвала, также наблюдается плохая работа цилиндров после поднятия оборотов двигателя выше 2000. То есть после детального анализа вкладки «Фаза» я выяснил, что плохая работа цилиндров вызвана отключением предвпрыска в блоке управления, что для данного блока является нормой, поскольку на исправном двигателе у нас давление наддува к моменту набора 2000 становится достаточно для того, чтобы воспламенять данную дозу топлива без предвпрыска. То есть в данном случае после анализа вкладки «Фазы» и анализа вкладки «Эффективности» помимо того, что мы устранили неисправность податчику рост предвала, поставил вопрос о ремонте турбины, после этого данный двигатель будет работать нормально. То есть вот так, понятно? Я согласен, я согласен. Отлично, отлично. Поехали дальше. То есть здесь... А как эти сигналы без вкладки «Фаза»? Ну а когда турбинар ремонтировал, то она никогда не вышла. Работал, да. Значит, смотрите, просто идет речь о том, что анализировать... Да. Анализировать данные сигналы без вкладки «Фаза» значительно сложнее. То есть для того, чтобы понять, где у нас впрыск был раньше, где меньше, на каком режиме у нас впрыск включился, выключился, как поменялась работа мотора, то есть без вкладки «Фаза» занимает в разы больше времени. То есть вкладка «Фаза» позволяет практически одним взглядом оценить данный сигнал.